Евангелие от Луки, глава двадцатая В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, — Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию? — Он сказал им в ответ, — Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, — Крещение Иоанна вас с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, — Если скажем с небес, то скажет, — Почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, — Не знаем, откуда. И Иисус сказал им, — И я не скажу вам, какую властью это делаю. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибивши его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника, — Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдяться. Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собой и говоря, — Это наследник! Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше! И, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, — Да не будет! Но он, взглянув на них, сказал, — Что значит это написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, — Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им, — Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись? Они отвечали, — Кесаревы. Он сказал им, — Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божье — Богу, и не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись, ответу его замолчали. Тогда пришли некоторые из Саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его, — Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, так же и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? И Иисус сказал им в ответ, — Чадо века сего женятся и выходят замуж. А сподобившиеся достигнуть того века и воскресенья из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресенья. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали, — Учитель, ты хорошо сказал. И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им, — Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов, — Сказал Господь Господу моему, Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. И так Давид Господом называет его. Как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, — Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение.